Хе-хе. Видео называется «Загляни в душу атеиста. 15 ответов православному». О как. Привет, мир! Гуляя по просторам интернета, я наткнулся на интересную заметку, автор которой называет себя православным. И ему интересно знать, что значит быть атеистом. В связи с этим он придумал 15 вопросов для атеистов, на которые я сейчас постараюсь... Голос чем-то похож на Накитокадзе, только на Накитокадзе сам православный. А это атеист. Стараюсь ответить, чтобы было понятно, что значит быть атеистом, то есть мной. Итак, первый вопрос. Ну да, да, посмотрите на вот эти глубоко посаженные глаза, блядь, на вот этот нос, вывернутыми ноздрями фронтально, на вот эти широкие скулы, на крупные челюсти хищные, как бы, да. То есть вот-вот атеист типичный. Атеист поламброза такой. Вот, вот посмотрите, дети, как выглядит атеист, не будьте такими. Голос. Что вы делаете, когда вам страшно? Ну, самолет падает в воздушную яму, артиллерийский обстрел начинается, эпидемия холеры. Я в таких случаях принимаю разумные, но совершенно недостаточные меры. Пристегнуть ремень, спрятаться в окоп, мыть руки, а потом молюсь. А вы что делаете? Я тоже в таких случаях буду стараться принимать разумные... Ну, я обычно молюсь Кришне в этот момент, потому что я слышал, что Кришна, он помогает даже тем, кто не верит в него. Разумные меры. Только при этом я не молюсь. При этом я боюсь. И буду кричать, ааа, помогите, мы все умрем! Ну, а если серьезно, я в таких случаях буду... Ну, что значит, помогите? А кого ты просишь о помощи? Кто тебе может помочь в этой ситуации, если ты в падающем самолете находишься? Только Бог! Только Бог может тебе помочь. Потому что ты как бы, если твое помогите, это не абстрактное помогите, а именно помогите, обращенное к кому-то, как призыв, то, наверное, ты обращаешься в своем призыве к той силе, которая в состоянии спасти тебя, даже если ты находишься в падающем самолете. Да, то есть, вот твой самолет как-то, вот, я не знаю, взять на свои любящие ладони и бережно опустить на землю, чтобы ты не разбился. А кто это может сделать? Только Бог! Только Бог! Поэтому, значит, как, собственно, люди правильно говорят, да, что в падающем самолете, в окопах на войне и в гей-сауне атеистов не бывает. Не бывает! Потому что в тяжелый момент своей жизни человек, он всегда апеллирует, апеллирует к сакральному, к той силе, которая только и может ему помочь в этой ситуации, в которой он оказался. Будут бояться, но не молиться. Буду бояться, естественно, смерти. Буду бояться за смерть других людей, которые рядом со мной. Буду бояться того, что люди, которым я дорог, испытают горе, если меня не станет. Буду бояться того, что вовремя не выйдет новый выпуск видеоблога, которого так ждут подписчики. Если я не буду бояться, значит мне не страшно. Значит я уже умер. Второй вопрос. Вы не хотите бессмертия? Или хотите, но надеетесь достичь прагматическими методами, такими, например, как медицинские технологии? Или хотите, но знайте, что... ...создать портал в какую-то другую вселенную, куда можно будет переместиться, когда данная вселенная погибнет. Но опять-таки это ведь не бессмертие как таковое, это всего лишь потенциальное бессмертие. Потому что, скорее всего, рано или поздно ты все равно крякнешь. Что недостижимо, так и нечего тратить время. Нет, я не желаю бессмертия, ни себе, никому-либо еще, потому что ценность жизни именно в том, что она конечна. Да, конечно, возможно, я бы хотел пожить дольше, лет на сто, но я бессмертия не желаю. А если же... Глупый аметист. Если вы верите в бессмертие, в загробную жизнь, значит ценность текущей жизни для вас будет уменьшаться. Я, кстати, недавно фильм посмотрел, называется... Никак логически не следует из того, что если человек верит, блять, в загробную жизнь, то для него ценность этой жизни. Ну то есть, да, в ряде случаев это действительно так, потому что есть концепции, которые это подразумевают, но это вообще не обязательно. Так, Ежа, а ты не думал основать свою религию, полклонники у тебя уже есть. Ну, понимаешь, основание собственной религии для меня это уже пройденный этап. То есть, в принципе, ты уже в храме находишься. Это, конечно, не Абдулла вера, но тоже ничего. Так вот, там многие люди, когда узнали, что после смерти их ожидает рай, и что у каждого будет по особняку, если они... Ежизм, сарматизм. ...не будут совершать плохих поступков. Для многих жизнь стала... для многих жизнь утратила ценность. Вы хотите уверовать и не можете? Или можете, но не хотите? Или не можете и не хотите? Вопрос того, верить или нет, это не вопрос хотения. Вы не можете решить, верить или не верить. Религиозная вера это некое состояние сознания. Если у вас его нет, у вас не будет религиозной веры. Верить в Бога это не вопрос желания. То же самое, как и возникновение галлюцинаций. Оно не может у вас возникнуть по вашему желанию. Вы не можете просто взять и начать галлюцинировать. Ну, если, конечно, вы не приняли что-нибудь для этого. Теоретически, если я захочу верить, я смогу себе в мозг вставить электрод, который будет стимулировать там какие-то области, отвечающие за мистические, религиозные переживания. И тогда я буду верить. Следующий вопрос. Если... Не, ну там надо скорее не что-то вставить в мозг, а что-то вынуть. Простите. Какая-нибудь книга, с которой вы сверяете свои реакции и поступки. Ну, у меня Евангелие. А у вас что? Властелин колец, крошка Дорит, война и мир, капитал. Это очень смешно, но... Есть люди, которые действительно... Для которых эта книга это капитал. Хотя, наверное, есть какие-нибудь толкинисты, для которых это Властелин колец. Вообще, есть эзотерическое прочтение Толкина. Что, на самом деле, книги Толкина, это не просто романы фэнтези, а это вот, как бы, там скрытый смысл религиозный содержится. Нет, такой книги у меня нет. И я вообще предпочитаю сверять свои реакции и поступки с теми последствиями, которые они вызывают. Или с теми возможными последствиями, которые они могут вызвать. Существуют ли священники, которых вы считаете достойнейшими людьми? Патриарх Тихон Митропавлов. Пишут, Ежин, соберите денег и арендуйте небольшую территорию, чтобы там построить высокоразвитую страну, наподобие Сингапура. Так, а зачем, если уже есть Сингапур? Понимаешь? Если я соберу деньги и арендую территорию, не факт, что у меня новый Сингапур получится. В принципе, уже есть старый Сингапур, поэтому... Не нужно строить идеальное общество, оно уже построено. То есть, можно, в принципе, туда просто слетать на самолете и... Как бы... Типа... Нафига изобретать велосипед, когда он уже изобретен? То же самое, в общем-то, и со всякими другими местами, которые человек бы хотел построить там и так далее. То есть, современный мир достаточно многообразен, чтобы всегда можно было найти какое-то место для жизни, которое бы именно тебя удовлетворяло твоим потребностям. Полит Антоний Сурожский, Валентин Феликсович, Воина Есенецкий, архиепископ Лука. Отец Александр Мень или никого? Честно говоря... Не, ну Мень он был либералом таким и экуменистом, так что я даже не знаю. Из этого списка мне знакома всего только пара имен. И я про них тоже не особо много чего знаю. Может, среди священников есть достойные люди, наверняка они должны быть. Но я никаких конкретных имен назвать не смогу сейчас. Следующий. Существование Бога вы не признаете. Хорошо. А признаете ли вы существование других нематериальных явлений, которые нельзя увидеть, потрогать, поковыряться отверткой? Явления, у которых есть название, символ, история, смысл, но которых никто не видел. Существуют? Например, интеграл. Например, интеграл это не явление, это некая идея абстрактная. Если хотите, теоретическая конструкция. Она не существует сама по себе. Да, я еще интеграл не персонифицированный, у него нет воли, как бы, собственно. В мире. Она существует в умах людей, которые, например, занимаются математикой. Это явление существует только в рамках наших знаний о математике. Математика это довольно абстрактная наука. Например, вы верите в то, что существует цифра 5? В рамках математики она существует. В рамках сознания человека, который умеет считать. Да, цифру 5 придумали люди. Кстати, Бога тоже придумали люди. А в нематериальные явления, которые действительно являются явлениями, нет, в них я не верю. Как вы ухитряетесь воспринимать произведения искусства, сюжеты которых основаны на евангельских... Ну, внематериальное явление это, в общем-то, в некоторых описательных системах, можно сказать, что это внутренне противоречивое просто понятие. Если мы исходим из того, что явление это только что-то материальное, то внематериальных явлений быть не может. С другой стороны, само понятие явления, оно возникло в несколько ином контексте. То есть оно ближе как раз к такому платоновскому пониманию мира. Что вот есть некая истинная реальность, и она вот проявлена в грубом материальном мире через именно какие-то вот явления, да, то есть проявления. Поэтому, в общем-то, мне ближе как раз та картина мира, где никаких нету явлений, а есть только феномены, например. Ну, хотя тут тоже могут быть претензии к терминологии. Их историях. Благовещение Леонардо, Святое Семейство Микеланджело, Рождественскую Звезду Пастернака, Сретенье Бродского. Я не вижу проблем в том, чтобы неверующий мог воспринимать эти произведения искусства. Вот вы, православный, не верите же в существование богини Венеры. И тем не менее, вы можете наслаждаться картиной Боттичелли, которая называется... Да, или венерическими болезнями, тоже можете наслаждаться. ...дение Венеры. Как вы представляете себе себя по ту сторону смерти? Превратитесь в гумус? Но это случится с вашим телом, а куда денется ваше сознание? В соответствии с законом Ломоносова-Луазье не может же оно просто... Это мне напоминает мой стрим, по-моему, позавчерашний. Мне такие донаты шли на Донат Пэй. Про нематериальное сознание там и так далее. Просто исчезнуть. Вообще-то это закон сохранения массы. Это закон физики. Но я не уверен, что он применим к понятию сознания. Потому что сознание это какой-то не физический термин. Кстати, закон применим не просто к физической системе, а к изолированной физической системе. Итак, что произойдет с моим сознанием, когда я умру? Когда я умру, умрет и мой мозг. А сознание, оно не может работать независимо от мозга. Сознание от тела неотделимо. Если сейчас... Ну вот, глупый атеист не понимает, что сознание, оно вне мозга как бы существует. Че с ним говорить вообще? Выключить мой мозг, выключится и сознание. Как я себя представляю по ту сторону смерти? Это примерно то же самое, как я себя представляю по ту сторону жизни. То есть тот период, когда я еще не родился. Пособны ли вы к парадоксальному мышлению? Укладываются ли у вас в голове, что электрон это одновременно и частица, и волна? Вообще-то я не представляю себе электрон как одновременно и частицу, и волну. Да, электрон может проявлять себя в одних условиях как волна, в других условиях как... Ну это скорее проблема терминологии, которая была и понятийного аппарата физики, которая была принята до того, как исследовано был феномен света, собственно. И что выяснилось, что он обладает и чертами волны, и так далее. То есть он как бы... Свойство света, оно соответствует сразу нескольким понятиям, которые до этого в физике существовали. То есть тут нет противоречия, это как бы только проблема понятийного аппарата науки. Как частица? Но электрон не частица и волна одновременно. Следующий вопрос. Если завтра в мире исчезнут вдруг все религии и все их проявления, вы потеряете что-нибудь? Да, я потеряю тогда смысл создавать этот видеоблог. Однако у такого глобального события, как исчезновение религии, должны быть какие-то очень глобальные посредствия. Очень трудно предсказывать, какими они будут. Наверное, как-то они на мне отразятся. Дальше. Полагаете ли вы, что зло существует само по себе, или оно только ошибка в добре? Вопрос как-то так странновато поставлен. Я не считаю, что добро и зло существуют сами по себе в этом мире. Существуют некие законы. Законы природы, законы общества. А все остальное это неизбежные следствия. Добро, зло. Все зависит от того, что мы, люди, считаем добром и злом. И причем разные люди... Ну, короче, глупые аметисты, они верят в контекстуальное добро и зло. То есть они не верят в то, что добро и зло это какие-то абсолютные понятия, которые имеют метафизическую природу. Ну, атеисты, они идиоты, собственно. Чего с них взять? Могут считать совершенно по-разному. В одном обществе поступок будет считаться дурным, в другом обществе будет считаться нормальным. Это зависит от ценностных установок общества, а не от того, что некое божество установило законы добра и зла. Дальше. Как вы заставляете себя делать что-нибудь, что нужно делать, но очень тяжело? Ну, например, ходить в хоспис, ухаживать за больным стариком. Как я заставляю себя делать то, что нужно, но очень тяжело? Вот так вот напрягаюсь и делаю. Напрягаюсь, потому что тяжело, делаю, потому что нужно. Правда? Да, я вот так напрягаюсь, а потом как бы... А потом стримлю. Да. Напрягаюсь и стримлю. Напрягаюсь и стримлю. Стримлю и напрягаюсь. А потом в чате люди пишут обидные вещи. Что вы делаете, если совершили дурной поступок и угрызение совести не отпускают вас? Ну, во-первых, я постараюсь как-то компенсировать. Понимаю, что у дурного поступка будут, скорее всего, дурные последствия. Если исправить их никак нельзя, тогда я буду просто дожидаться, когда угрызение совести закончится. Ну, а чтобы они быстрее закончились, я, например, могу дать себе обещание не делать больше таких дурных поступков. Как вы боретесь с тщеславием, если не можете любое свое свершение? Ну вот про угрызение совести я не совсем понял, если честно, потому что у меня диссоциальное расстройство личности, поэтому про угрызение совести я знаю только со слов других людей. Увы, эмпирически мне это недоступно. Угрызение заведомо считать жалкой ерундой по сравнению со свершениями бога. Я с чувством тщеславия обычно никак не борюсь, потому что если меня... У нас с богом очень много общего, потому что бог, он тоже... Не испытывает мук совести за то, что делает. Он слишком идеален для этого. Если меня и посещает такое чувство, то оно быстро проходит. Всегда понимаешь, что можно сделать что-то лучшее. А еще бог атеист, потому что он не верит в какого-то всесильного бога, который над ним бы стоял. И всегда понимаешь, что есть люди, которые делают это лучше и делают больше, чем ты сам. Ну а если очень хочется поразмышлять о том, какой все этот лен и жалкая ерунда, то, пожалуйста, представьте себя и огромную вселенную. Свою жизнь в ней. Это просто какая-то короткая вспышка, короткий миг, практически ничего не значащий. Ваш поступок во вселенских масштабах... Ну да, жизнь это короткий миг, а потом вечность с Иисусом. Как бы играть в бандминтон с Иисусом можно. Целую вечность. А ты будешь в аду гореть. Целую вечность. Это просто ничто. Но зачем об этом рассуждать, мне непонятно. И последний вопрос. Верите ли вы в какие-нибудь чудеса? И что такое, по-вашему, чудо? Чудо, на мой взгляд, это некое нарушение законов природы, которое не может быть объяснено этими законами. В такие чудеса нет, я не верю. Есть события, которые случаются и которые похожи на чудеса, но на самом деле они ими не являются. Ну что, вот и все 15 вопросов и 15 ответов. Вы только что буквально смогли заглянуть в душу атеисту. И вот мой вам вопрос. Каково оно? Подумайте об этом. Чё-то не очень как бы, если честно. Не, я сам атеист, но мне не понравилось. Я так думаю, что проблема здесь не в том, что мы заглянули в душу атеиста. Проблема, наверное, в чём-то другом была. Спасибо за просмотр. Не хочу человека оскорблять, поэтому ничего не буду говорить. Смотр и не забывайте подписываться на мой канал. Эх, уж эти атеисты глупые.